Президент Турции Реджеп Тейп Эрдоган заявил, что истребитель пятого поколения Каан турецкого производства может впервые подняться в воздух в конце 2023 года. Об этом сообщила газета «Дейли Сабах». Эрдоган подчеркнул, что Турции необходимо иметь сильную, современную и дисциплинированную армию. По его словам, сейчас предпринято немало шагов в этом направлении. Президент обратил внимание, что Турция открывает новую эпопею в области оборонно-промышленного комплекса. Как сообщалось ранее, Азербайджан совместно с Турцией принял решение о сотрудничестве в разработке боевого самолета Каан. Договорились об этом стороны на международной выставке оборонной промышленности ИДЭФ-2023 в Стамбуле. В отношении нашего сотрудничества с Турцией она имеет историю, и эта история дает плоды. Плоды – это то, что мы чем дальше, тем ближе и теснее сотрудничаем с Турцией, с военно-промышленным комплексом. Можно сказать, что во всех военных сферах у нас есть Шушинская декларация. Мы, в принципе, стратегические союзники в этом плане. А что касается в отношении истребителя пятого поколения, об этом разговоры были, что вот идет разработка истребителя пятого поколения. Правда, была информация о том, что Азербайджан, то есть оборонная промышленность Азербайджана с Турцией имеет совместные проекты. Вполне возможно, что в этих совместных проектах имеет место и то оборудование, касающееся самолетов пятого поколения. По мнению экспертов, сотрудничество в проекте истребителя пятого поколения Каан можно рассматривать как важный шаг в модернизации военно-воздушных сил Азербайджана. В качестве других важных шагов, предпринятых Азербайджаном за прошедший период, можно назвать открытие Центра управления и контроля ВВС в Азербайджане, создание Bayraktar Technology Azerbaijan и увеличение чистоты совместных учений. В этой связи эксперты отмечают стремительное развитие двустороннего взаимодействия Анкары и Баку в военной и военно-технической сфере. Азербайджан и Турция – дружеские, братские и союзнические страны, тесно связанные друг с другом. Отношения между странами основаны на взаимном уважении и доверии. Анкара и Баку продолжают наращивать свой военный потенциал. Боеспособность нашей армии неуклонно растет и это не может не радовать, так как любое сильное государство должно в первую очередь иметь боеспособную армию. Азербайджан и Турция периодически проводят совместные военные учения. И что касается решения о совместном сотрудничестве в разработке истребителя КААН, нет ничего удивительного. У нас очень много совместных проектов и эти проекты в дальнейшем будут расширяться. КААН – многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный в основном для задач класса «воздух-воздух», но он также может быть задействован и для поражения наземных целей. Согласно заявлению производителя, новый турецкий самолёт оборудован по последнему слову техники и отличается высокой манёвренностью. Максимальная скорость, которую будет способен развивать КААН, составит 2205 км в час. Истребитель пятого поколения создаётся в Турции с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолёт». Власти Турции ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам КААН превзойдёт американский F-35 и в перспективе заменит состоящие на вооружение ВВС Республики истребители F-16. Передуня Малиева, CBC.